Чувствуется, что у человека есть какой-то внутренний стержень. Человек по натуре такой величественный. И когда я её писала, я представляла себе такой образ. И потом, что ещё хотела сказать. Я хотела... Ну, живопись в маслом, она, по-видимому, получается более сухая, более сдержанная, чем акварель. Но мне хочется во многих работах, я выкладываюсь, чтобы сделать как старый мастеран. Но для этого нужно, конечно, и опыт, и определённое мастерство надо. Это не так просто сделать, как старый мастеран. Но я когда писала, хотела сделать как старый мастеран. Причём я когда пишу, у меня руки в краске. Потому что я вот когда писала, я так возьму, так пальцем вот так вот проведёшь. Вот это вот, проведёшь пальцем в одну сторону, другим пальцем в другую сторону. В паяте вот эти вот мазки. Я сейчас недавно прочитала, буквально случайно, сын писал о Ренуаре. Но он, правда, мотал пальцы раньше в воду, а потом уже проводил по картине. А я как-то не думал, что можно себе в воду макать. Я сразу живыми руками провожу по картине. Ну, паять эти мазки, ну, мне интересно. Я считаю, что я благодаря живописи счастлива. Потому что в жизни и всё бывает. Бывает, что и горе, и беда, и болезни. А вот ты возьмёшься там, мазюхать, как мне Оксана сказала, говорит, я сказала, принеси тряпки. А она мне говорит, помазюхайте немножко, я уже заберу. Так я теперь, когда я думаю, всё что же пойду-ка я помазю. Ну, что, ну, это опять-таки мотивоморка, опять-таки жизнь, то, что интересно. И Влада, наша искусствовед, работает она в музее. Ну, теперь прошло много лет, она немножко поправила. Ну, в общем-то, все её узнают. И, если уж честно сказать, не было там такого фона совершенно. Ну, поскольку она находится в музее, и там много всяких таких вот вещей, так я допридумала. А цветы, я писала, рассеяние мотивоморка, и вот эти цветы использовала. Это с глозом, говорят, это боярышник, по-моему, тоже не московчик, потому что они очень много приносил цветов, и веток всяких и всего. Эта девочка, по-моему, Виктория из дискотеки называется, мы с ней встретились, и одно время я походила на курсы с молодёжью. Вот такая вот молодёжь собиралась, какие-то курсы рассказывали о современном бизнесе, о каких-то таких современных делах. Вот, я из любопытства походила. Ну, точно так же, как из любопытства ходила в Московский университет и изучать диалектический материализм. Ну, что-то запомнило. Вообще, жить очень интересно и очень много в жизни любопытного. Иногда слушаю и смотрю, то, может быть, оно нет необходимости жизненной, но интересно. И вообще, когда была вот такая молодая, как вы, думала, ой, боже, быть старой, это как ужасно. Ничего ужасного, очень даже интересно. И много хорошего в старости тоже. Ну, три года назад я разговаривала, вот тут у нас прекрасная художница есть, Оксана. Ой, Молодя, как уже? Стеценко, Оксана Стеценко и заведующий восточный зал. А я тоже сговориваю с ними, гость Геши, они старые, мне только 77 лет, они как их захочут, а я не могу понять, что они смеются. А потом дошло. Для них, ну, они там лет 40, там, около 40, для них 77, это была уже глубочайшая старость. Ну, стареешь постепенно, они в один день. Это не очень зайдется, а жить интересно всегда. Так вот, с этой девочкой я познакомилась на курсах, потом она с ней заодинар. Это очень давний натюрморт. Я вот пожалела, что не повесила еще есть. Тогда больше конструктивизма было. Это 70-е годы. И тогда как-то вот это вот построить, более четкое вот такое построение было интересно. И вообще, а говоря, что было в 70-е годы, вам Владимир Григорьевич нам рассказал или расскажет, ну, по всему Советскому Союзу художники ездили в группы, и оказался материал мобильным, удобным. И было очень много, что быстро вот акварели. Вот этот восточник, это у меня из любимых. Много света, света такой вот. Ну, он быстро написан, ну, быстро, потому что пишешь, 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 выбрасываешь, 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 а потом что-то хоп, и получилось. Это мой муж, Настанин Иванович Масковченко. Он очень много мне в профессиональном отношении дал. Он закончил в 1935 году, в 1934, пока что даже, закончил Николаевский техникум тогда назывался, в художественном училище. Вот Курнаков у нас имел тогда специальное образование, Масковченко, а все остальные еще были еще молодые. А это мой выбор Славочка. Ну, интересно мне было выражение лица его, и рука, и Славина. Вот это мне было очень интересно сделать. Дома на ковре, это было кого-то, и рука на покое.